Природа этих законов, она диктует и развитие заболевания, и проявление, и лечение. Все это заложено в качествах этих законов. Люди в АТО Конституции быстро заболевают и быстро выздоравливают. Люди капхи очень медленно заболевают и также медленно выздоравливают. Пита – золотая середина, и не быстро, и не медленно. Вот я вам рассказываю такой пример. Женщина мне говорит на приеме, ой, у меня вчера такой был гипертонический криз, я говорю, что случилось? Тому я обалду и пошел гулять на дискотеке, ну там 17 лет. Говорит, мама, я в 12 позвоню. Я сижу, вяжу, смотрю телевизор. Без 5-12 я себя прекрасно чувствую. В 12 часов у меня начинается тахикардия, прилив крови, отдышка, куча мыслей в голове, что-то случилось. 5 минут первого – все, у меня гипертонический кризис, я просто бумаги. 10 минут первого он позвонил, сказал, мама, я уже возле подъезда. 20 минут там или пол первого она выздоровела. Ну, то есть она успокоилась. Вот классическая иллюстрация развития заболевания ваты. Любое заболевание проходит 6 этапов развития. Первые 3 этапа никак себя не демонстрирует. Ее заболевание за полчаса, ну или за 40 минут, пусть за час, оно прошло все 6 этапов своего развития. Люди капхи годами накапливают свои проблемы. Как исподбы, по крупинкам, капха тяжелая. А у людей капхи сила большая, это же земля. И поэтому они долгое время могут компенсаторно сдерживать это проявление. Но потом, когда силы не хватает сдерживать, этот дисбаланс врывается их в жизнь. И они думают, ну вот так они думают примерно. Ну это я вот тут 2 месяца тяжело работал, плюс этот стресс, так потом приболел, вот оно тут и вылезло. А на самом деле, часто, густо, при дисбалансах капхи нужно было бы вернуться на годы, а может и даже на десятилетия назад, чтобы понять откуда растут ножки. Пита тут бывает по-разному. Если это внешнее увеличение питы, то есть инфекция внешняя, на вас в метро кто-то кашлянул и вы заболели, то это тут достаточно быстро. Но другие дисбалансы, например кожные болезни или там какие-то проблемы с печенью, они не так быстро нарастают, но и не так медленно, как у капхи. Потому что все-таки пита занимает эту золотую средину. Вот знания вот этих моментов, они позволяют человеку настроить его на лечение. Если у человека дисбаланс капхи, нельзя ему говорить, да через месяц вы будете как огурец. Нельзя так говорить, потому что природа капхи тяжелая. Даже если этот дисбаланс не тяжело проявляется, не нужно говорить, потому что это непросто сделать. Капху сдвинуть с места труда. А вот вате можно даже так сказать, если вы возьмете себя в руки и сделаете то, что говорит природа, через месяц вы придете ко мне абсолютно другим здоровым человеком. И от кого это зависит, от доктора или от человека? Конечно от человека. Когда приходит несколько раз человек и не получает результата, я говорю опять то, что нужно. И многие говорят так. Ну Юрий Михайлович, вы в прошлый раз мне это говорили, что так нужно делать. Я говорю, я говорил. А вы делали? А что я должен говорить? Природа человека не изменилась. Природа его дисбаланса не изменилась. Проявления болезни не изменились. Что я должен говорить? Ну раз вы это не хотите делать, давайте вот то, что вам нравится делать. Ответственность человека выздороветь. Ответственность врача дать правильные рекомендации. В веках есть три метода лечения основных. Тонкие методы лечения. Первый метод лечения – видеть врача. Когда вы идете по той стороне, а я иду по этой стороне. Ну, например. И я хорошо одет, с хорошим настроением. Иду с красивой женщиной. Смеемся. Вы идете по той улице, и вы говорите, вот мой доктор, смотри какой огурец. Слышать врача. Вы мне звоните и говорите, ой, у меня ребенок заболел. Что мне делать? Я не вижу. Ну, я могу из опыта сказать. Сделайте так и так и так. И это лечение. Ну и, наконец, говорить с врачом. Когда вы приходите на консультацию, это не только там, ешьте это, не ешьте это. Вы получаете знания во время консультации, которые потом привносите в свою жизнь. То есть, по сути, вы становитесь доктором для себя. Когда вам знаний не хватает, вы опять приходите. И это мотивация для того, чтобы вы это делали. Несколько слов моментов интересных о капхе. Так как капха отвечает за структуру тела, то то, что мы съедаем, выраженное в современном мире, как белки, жиры, углеводы и калории, в аюрведической медицине не имеет никакого значения. И я вам привожу такой пример. Худенькие люди обычно говорят так. Я ем что хочу, когда хочу и сколько хочу. Я не боюсь, что я там поправлюсь. Наоборот, я хочу поправиться и никак не получается. Берем и считаем его калории. Например, он съедает там 800 калорий в день. Полный человек говорит так. Вечные диеты, только расслаблюсь. Сразу 2 килограмма, потом борюсь с ними. А если праздники, это все могила, хоть никуда не ходи, от воды полнею. Считаем его калории и он съедает. Ну если не меньше, то не больше. А может и меньше. Но при этом все на пользу. Почему так? Потому что капха, у нее есть качество. То, что пита переварила, какую еду переварила, капха материализует в нашу структуру. А у людей в Аттоконституции капхи мало. И поэтому большое количество еды не находит механизма материализации в структуре. А у людей полных или склонных к полноте, у которых капхи много, там даже минимальное количество еды находит вот это материальное выражение в структуре. То есть все на пользу. А у худых людей такой, перевод продуктов. Я шучу, конечно. Ну то есть, чтобы вы понимали, что калории, белки, жиры и углеводы не имеют никакого значения. Вторая иллюстрация. Если полный человек будет пить холодную воду, в которой во всех справочниках написано, калорий ноль, хоть химический, хоть физический, хоть медицинский, вода без цвета, без запаха, калорий ноль. Но если полный человек будет пить холодную воду, он будет увеличивать вес. Структуру тела. Тогда спрашивается, если важны калории, то за счет же чего он увеличивает вес? Посмотрим на качество капхи. Капха холодная, да еще и влажная. А если эта капха будет пить горячую воду, такую, кипяточек? Она будет потеть. Она будет худеть. Почему будет худеть? Подъясняю. Есть качество... Сейчас как раз мы будем об этом говорить. Есть качество капхи в балансе, а есть качество капхи в дисбалансе. Качество капхи в дисбалансе – это застывший жир. Сало – типичная капха. Я имею в виду свиное сало. Типичная капха. А жир подвижный – это нормальное качество капхи. Что делает горячая вода с застывшим жиром? Растворяет. Как в сковородке. Когда мы покушали, лень мыть сковородку сразу. Сначала жир горячий, потом уплотняется, потом застыл. Вы решили ее помыть. Начинаете ее мыть холодной водой. И толку нет. Холодная вода никак не... Наоборот, размазали на всей сковородке. А вы просто включаете горячую воду и даже не моете. Просто поставили, жир тает и уходит. Более того, горячая вода что еще делает? Она поддерживает питу. То есть глубину переваривания тяжелого продукта, который всегда жирный, всегда тяжелый. Более того, горячая вода устраняет холод ваты и сухость ваты. Поэтому, если вы посмотрите, там в Средней Азии жара такая, они пьют горячий чай. Или той же Индии. Наш учитель, он ставил трехлитровый термос и там пока у нас занятия, ну как обычно, там утром, вечером, он там пару термосов выпьет. Это очень правильное питье. Холодное практически никому не полезно. Даже людям с хорошей питой, такой сильной питой, холодная еда, холодные напитки, вот это то, что прямо из холодильника, это недопустимо. Потому что холодное просто убивает эту питу. А уже за вату и капку говорить нечего. А мороженое вообще? Мороженое априори никому не полезно. Потому что холодное молоко не переваривается. Если оно фруктовое, не молочное, то в жару можно себе позволить. Вот особенно, если, ну конкретно, 30-35. А если оно молочное, я не говорю сейчас о качестве. Даже если оно супер качественное. Холодное молоко не переваривается. Почему так? Ну что в молоке же, вы знаете, есть жир. Когда этот жир попадает в желудок и соединяется, холодный жир попадает в желудок и соединяется с кислотой желудочного сока, образуется мыло. Мыло подобное соединение, которое практически не переваривается. Это касается только молока. Например, с тем же салом или с жирным каким-то мясом такого не происходит. Это особенность молока. Поэтому холодное молоко нельзя пить никому. Ну и мороженое, соответственно. Идеально, если оно парное, кипяченое или хотя бы подожидное. Вот кишечника и ваты. Смотрите, ну вот запор, это что-то подразумевается, что-то вот такое застой какой-то стоящий. И в то же время вата подвижная и легкая. Вот как это за счет сухости? Да, вот правильно вы сказали. Вот представьте себе в маршрутке, забита маршрутка или автобус. А вы стоите в самом конце там. Вам, чтобы выйти, надо всех растолкать. Все на вас будут бурчать. Вот там залез, вовремя не вышел. Когда ваты много, она то движет, но она одновременно и сушит. А по-сухому какое движение? Когда земля сухая, вы хотите скользить. Никак не получается. А если она влажная или лед там на ней? Ну все, легко. Тут важно еще понять, что... Вот хорошо, что Олег Леонидович, вы затронули эту тему. Важно понять, что не просто плохо не вывести отходы. Там они остались, неприятные боли, какие-то там напряжения в животе. Но кишечник это же не закрома родины, где может храниться вечно. Наступает такой период, человек не порожняет полноценно, день, два, три. Наступает такой период, когда эти отходы уже там не помещаются. А так как там вата, а вата по своей природе легкая, она начинает двигаться вверх. Когда она поднимается на уровень желудка, место переваривания пищи, она задувает огонь. Человек продолжает... То есть пищеварение еще больше, хуже становится. Человек продолжает нерегулярно порожнять кишечник. Вата поднимается выше, в дом капхи, в грудь и сердце. Появляется какая-то боль в сердце, какая-то дышка, какой-то кашель. Человек идет в поликлинику, говорит, ну у вас все нормально, вообще-то ничего нет. Человек продолжает неполноценно порожнять кишечник. И наконец эта вата поднимается в голову. При этом она нарушает все мозговые функции. Как физические, появляется головная боль, хроническая головная боль, это дисбаланс капхи, мигрень, ой, ваты. И там важно не просто, чтобы человек опорожнял кишечник, а просто, чтобы от одной мысли, что ему хочется в туалет, он все бросал и бежал. И когда эта вата поднимается в голову, она нарушает и физические качества функционирования ума, и ментальные. То есть появляется головная боль, шум в ушах, бессонница, головокружение, повышается давление, а ментальное качество? Ухудшается память, нет покоя в голове, нет чувства стабильности. Теперь же заметьте, что поднимается же не чистый альпийский воздух, а поднимается воздух, который увлекает невыведенные отходы. И это уже другая песня. Это уже отравление. И вот это выражение, извините, я буду так говорить, так как есть, у него дерьмо в голове, это физическое выражение вот этого процесса. А когда мы нормализуем работу кишечника, то это все вот так естественным образом уйдет. Когда мы идем в туалет, тоже такой деликатный момент, мы ведь не только во время дефекации выводим каловые массы как таковые, но уж извините, и кишечные газы. Кишечные газы – это физическое выражение ваты. А окраска кала и тепло кала – это выражение питы. Сама структура кала – это выражение капхи. Поэтому, хотя это и дом ваты, кишечник, и он главный, но через кишечник покидает тело и пита, и капха естественным путем. Поэтому, ну просто невозможно переоценить эту работу кишечника. Идеальное время для поражения – ранние утренние часы. Поскольку с 4 часов до 6 утра, ну у нас будет лекция по биоритмологии, там я буду подробно рассказывать. Это активность выводящих органов. И она максимально активная в 6 часов. Поэтому, если у человека проблема с кишечником, он не должен спать до 8-9. Он должен вставать тогда, когда активен кишечник. Потому что первое, что должен делать человек в течение дня, это первая физическая активность, направленная на поражение кишечника. А потом все остальное. Если этого не происходит, сразу нет позыва, тогда уже нужно применять упражнения, выпить чашку горячей воды, какие-то асаны сделать. Можно, как вариант, съесть очень небольшое количество еды. Ну сухарик какой-то. Ну как бы попросить кишечник сделать свое дело. Хорошо. Теперь последнее, что нам нужно рассматривать. А сколько надо вставать, вы сказали? 6 утра. Если это проблема. 6 утра. Это связано с биоритмом движения ваты, питы и капхи в течение суток. Это отдельная большая тема. И она очень интересная. И она очень практичная. Просто сразу после элипции вы обладаете знаниями, которые просто украсят вашу жизнь. И причем это полезно всем. Скажите, пожалуйста, какой конституции обладает Питер? Какой конституции? Это, как правило, люди среднего телосложения. Не худые, не полные. Как правило, с хорошей окраской тела. То есть волосы, кожа пигментированные. Не бледные. Не бледные. Как правило, у мужчин может быть ранняя седина и такие залысины. Как правило, у женщин это может быть рыжие, пепельные волосы. Сейчас там красят, надо это уточнять. И, как правило, это люди, которые ходят в полурастегнутых рубашках, вечно с красным лицом. От них просто как от батареи. Вот это Питы. А есть еще такая характеристика. Даже как-то в какой-то книге я прочитал. Там было так написано. Бойтесь рыжих и лысых. Потому что это все Питы. А для мужчин и рыжих женщин? Ну, даже для мужчин. Бойтесь рыжих и лысых – это признаки Питы. Они всегда, ну, как бы, эмоциональны, агрессивны. Потому что когда человек в 20 лет вот такие залысины имеет, или полностью лысые, он говорит, ну, у меня папа такой был, дед такой. Это наследственный фактор. Нет, это не наследственный. Это значит, что у папы и у дедов была Пита главная. Или кто-то говорит, да я рано 25 лет, голова как сметана. Он говорит, да у меня там стрессы были. Я говорю, давай выйдем на улицу и спросим первому попавшемуся, у тебя есть стрессы? Ну, не все же сидеют. За окраску тела отвечает Пита. Поэтому, когда седина ранняя, особенно когда человеку 70 лет, ну, или... Это, конечно, и более естественный процесс. А когда в 20 лет посидел электричество, это признак того, что очень много Питы, и она выражает себя дисбалансами. Вот сейчас... А вот я отметил, что почки тоже отвечают за седину. Почки? За Питу? За седину. А, за седину. Ну, я не вижу никакой взаимосвязи. Смотрите, почка анатомически, это большой кусок жира. Где-то 90, ну, может 85 процентов структуры почки, это жировая ткань. Причем тут Пита? Посмотрите, жировая ткань, это меда. Она управляется капхой. Далее, почка находится в доме ваты. Ну, вообще-то, забрюшенное пространство, но выводящий орган. А все, что выводится вниз, это функция ваты. Что выводит почка? Жидкость. Конечно, можно сказать, что она там горячая, моча, и какой-то элемент Питы есть. Но за седину, ну, может, я не знаю, там какие-то очень тонкие многоходовочки какие-то, но нет. Нет. Хотел вот с кишечником, о котором мы сегодня много говорим, о здоровье кишечника. Часто назначают всевозможные бактерии. То есть, насколько вот это обосновано? То есть, можно этими бактериями дисбаланс ваты как-то привести в порядок? Бактерии могут повлиять только на глубину переваривания пищи. А за пищу у нас отличает Пита. Если у человека пищеварение хорошее, то есть, он с удовольствием кушает, он неполный, у него язык чистый, нет запаха изо рта, нет тяжести, а кишечник работает плохо, то это, как правило, вата. А если у него и тут проблемы, например, он там какие-то антибиотики, пусть даже по показаниям получал, ну, операции, например, и после этого, вот там бактерии можно допускать. Но лучшего лекарства для пищеварения, чем специи, не существует. Бактерии, безусловно, важны, они больше, может быть, даже в таком психологическом плане. Вот я пью бактерии. Но специи – это короли растительного мира. И вот такая маленькая часть специй принесет больше пользы, чем... А какие специи? Ну, разные, в зависимости от консистенции. Если у человека капха и 120 килограмм весу, что ему кардамон? Ему надо чили давать, черный перец, асофетиду, имбирь, чеснок, горчицу. А если у человека 40 килограмм и рост метр семьдесят, такой тонкий, звонкий. Куда ему острое? Острое сушит. Им надо ветрогонные специи. Фен, хелькумин, кардамон, укроп, тмин. Они так и называются ветрогонные специи. То есть те, которые уменьшают вату. Ну и для питы, конечно, тоже острое не подходит. Там нужны горькие. Куркума, кориандр. Вот такие специи. Хорошо. О качествах мы поговорили. А теперь давайте рассмотрим признаки. Тогда, когда эти души в балансе. Три знаки баланса ваты. Радостное настроение. Хорошее настроение, можно так сказать. Потому что ваты очень впечатлительные. Они могут тут плакать, тут смеяться. Радостное настроение. Живость ума. Не перепрыгивает человек с одного на другое. А живость ума. Интересует, логика есть. Плавное течет мысль в голове. Внимательность. Если бы кто-то посидел со мной на консультации. То увидел бы, как ваты ведут себя. Рассказывают. Вот женщина рассказывает о себе. И делает так. Вы знаете, у меня такая проблема. Вы знаете, где я не могу там. Ну и так далее. То есть. Спрашивают. Какой у вас мобильный телефон? Мобильный телефон. А, мобильный телефон. Ну что-то там 6, 8. Я не помню. Апита как отвечает. Какой у вас мобильный телефон? Не, вы помните свой мобильный телефон? А как же? Как его можно не помнить? 6, 72, 38, 45. Капха отвечает так. Мобильный телефон я знаю. Далее признаки сбалансированной ваты. Нормальное формирование тканей. То есть, другими словами, отсутствие худоды. Нормальное выделение отходов. Это признаки сбалансированной ваты. Нормальное выведение отходов. То есть, по-простому, отсутствие запоров. А для женщин еще важно регулярный менструальный цикл. Если в цикле женщины. Это тоже связано с ватой. Далее. Крепкий, полноценный отдыхающий сон. Люди ваты, у них очень много мыслей в голове. Они ложатся, начинают анализировать. Вот я сегодня сделал камни так, вот завтра пойду, там извинюсь. И вот целую ночь гоняются эти мысли. Это, конечно, может быть не только у ваты. Это может быть и дисбалансом и у Питы, и у Капки. Но сам этот дисбаланс ваты. Так, признаки уравновешенной, сбалансированной Питы. Удовлетворенность. Вообще, Питы, почти все они максималисты. Такие, делать все легиартиз по всем правилам искусства. Чтобы все было на своих местах. И они иногда этим достают окружающих. Приходят и говорят, почему эта папка лежит здесь? Она всю жизнь лежала вот здесь. И это напрягает, особенно там ват, и они сразу начинают. Дальше. Признак уравновешенной Питы. Храбрость. Почему так? Потому что обычно это агрессивность. Это не храбрость. Храбрость это когда человек знает свою силу и может ответить на что-то, не боясь. А не начинать сразу там агрессию. Достоинство. Проницательность. Ясный ум. За интеллектуальное мышление. За собственную способность мыслить, принимать решения. Отвечает Питер. И поэтому, если у человека эмоции, злость, такая агрессивность, у него никогда ясный ум не будет. Ум утрачивает силу. Он отсутствует в процессе. И тогда он может наговорить. Но наделать. Потом остановиться и сказать, фу, что же я наделал. Дальше. Нормальные механизмы температуры и жажды. Что это значит? Это значит, что человек не испытывает повышенной потливости. А Питы почти все склонны к этому. И повышенное желание пить. Особенно прохладные напитки. Не холодные, а прохладные. Хорошее пищеварение. То есть отсутствие ежой, выречи во рту. Ну и, соответственно, запоров. Красивый цвет лица. Ну, не нужно сказать кожи правильно. Потому что кожа управляется Питой. Даже у Чараки, у Сушруты написано. Хорошая сбалансированная кожа у Питы должна быть блестящей. То есть в прямом смысле красивой. Без лишней пигментации. Без высыпаний. Ну и так далее. Ну и, наконец, признаки сбалансированной Капхи. Любвеобильность. То есть искренняя любвеобильность. Не ради интереса, а искренняя. Бескорыстность. Щедрость. Очень важно. Люди Капхи, они немножко такие прижимистые. Жадненькие. Не то, что они там, вот, скупые на русском. Скупые. Они иногда могут даже для себя что-то пожалеть, купить для себя, не для кого-то. А вот когда появляется щедрость, когда он легко отдает, какие-то маленькие подарки, какие-то элементы внимания. Щедрость во всем. Материально, во внимании. Умственная стабильность. Обычно люди Капхи очень заторможенные. Очень долго подбирают слова. Очень все у них так замедлено, как вот с тем телефоном, что я говорил. А когда умственная стабильность, они более адекватно отвечают. Нормальное состояние суставов. Хотя суставы могут быть у всех проблемными, но помимо того, что они движутся, это функция ваты, но там есть смазка. А смазка – это Капха. Если эта смазка уплотняется, увеличивается, возникает отек, тугоподвижность сустава, деформация сустава – это все проблемы Капхи. Мышечная сила. Ну, то есть, если Капха в балансе, она не говорит «Ой, ух, сил нет». Теперь рассмотрим признаки неуравновешения ДОЖ. Вата – сухая, грубая кожа, растрескивающаяся кожа. То есть, если человек полный и говорит «У меня кожа на пятки лопнула, так больно оступать», это 100% дисбаланс ваты. Несмотря на то, что человек Капхи. Бессонница – признак дисбаланса ваты. Запор. Общая усталость без причины, как бы. Недомогание, да? Ну, недомогание – это более широкое слово. Там и при простуде может быть недомогание, и при отравлении. А это просто вот ничего не болит, ничего не беспокоит. Все хорошо. На улице классная погода. Жена рядом, сын улыбается, а сил нет. Без видимых причин, специфически. Дальше. Любая головная боль, особенно мигрень. Там так вата напрягается, что начинает раздувать питу. И мигрень – это одновременный дисбаланс. Вата и питы. Непереносимость холода. Знаете, есть летом такой праздник – Петривка, да? Есть же? Есть такая поговорка, да? По ганому поросяке. По ганому поросяке и Петривку холодно. Это о ватах. Далее. А еще козняки. Ну, конечно. Конечно. Дегенеративный артрит. Дегенеративный артрит – это, по сути, артроз, когда происходит разрушение тканей. Сухость до такой степени выражена в суставах, что трущиеся поверхности начинают травмировать друг друга. Смазки нет. Вата иссушила смазку. И возникает вторичное воспаление и разрушение суставов. Пониженная масса тела. Худоба. И на уровне ума, некоторые люди думают, что шлаки существуют только на уровне физического тела. На уровне ума тоже существуют шлаки. Главнейший шлак ваты на уровне ума – это страх. Вот просто на ровном месте. Женщина сидит в комнате, все у нее хорошо, все как бы на местах, все при делах. Она говорит, у нее постоянный страх, я жду, что что-то случится. Ментальный шлак ваты. Дальше – тревожность. Чувство тревоги. Ну, это близкие понятия. Ничего не предвещает у человека постоянная тревожность. Тревожность, беспокойство. Далее – признаки неуравновешенной питы. Проблемная кожа. То есть мы не называем это болезнью, но какие-то высыпания. Проблемная кожа. Кожные заболевания. То есть проблемная кожа – раз, кожные заболевания. Понос или синдром раздраженного кишечника. Тоже дисбаланс питы. Огня так много, что просто все сгорает, и стул мягкий и многократный. Все проблемы со зрением. Поскольку глаза управляются огнем. Все проблемы. Так или иначе, если даже это катаракта, по сути, это дисбаланс капхи в пите, но пита так или иначе задействует. Ну, что это в глазу? Все проблемы со зрением. Изъязвление. То есть язвенная болезнь, эрозия, там, или трофическая язва, или язвенный колит. Изжога. Повышенная потливость. Преждевременная седина и облесение. И на уровне ума – это враждебность и агрессивность. Вот при нормальном разговоре человек ведет себя так враждебно. Я не помню, я когда в офисе у вас читал лекцию, я приводил еврейский анекдот. Да, приводил, я повторил его. Два еврея встречаются в Одессе, один другому говорит, Сема, как вы думаете? А он им отвечает, да не так, как вы. Такая враждебность. Признаки неуравновешенной капхи. Жирная кожа. Жирные волосы. Чрезмерный сон. Литургия. Спал бы, им бы, им бы, спал бы. Апатия. Нежелание ничего делать. Не хочется ни думать, ничего. Просто лежал бы, лежал бы. Апатия. Умственная вялость. Не хочет голова соображать. Замедленное пищеварение. Здесь нужно остановиться. Если человеку с дисбалансами капхи говорят, ешьте по-немногому, но там через каждые три часа, это просто катастрофа для таких людей. Их пищеварение почти всегда замедлено, потому что капха тяжелая по своей природе. А пищу переваривает огонь. И поэтому земля сдерживает активность огня. И из-за этого огню нужно больше времени, чтобы переварить полноценно пищу. Не только энергия огня падает, но и время удлиняется в переваривании. И поэтому люди с дисбалансами капхи или склонными к накоплению капхи, они должны делать максимальные перерывы между едой. Пять-шесть часов. Хотя бы. Когда мы будем рассматривать пищеварение, я там буду очень подробно это рассказывать. Можно сразу по теме? Да. Вот смотрите. Часто вот изжога, я сталкивался с такими двумя случаями, когда очень сильное пищеварение, и когда оно недостаточно, и пища начинает пройдить и вызывает кислоту. Вот как определить? Ответ, вопрос понятен. Есть два типа изжоги. Изжога из-за повышенной питы, то есть когда человек много специй острых ест, горячую еду, такую обжигающую, соленую, кислую еду, то есть все, что повышает питу. И при этом он, как правило, конституции питы, то есть не полный. То это чистый дисбаланс питы. Огня так много здесь, что он не успевает вместе с пищей эвакуироваться в желудок, и через свободный пищевод попадает в водовую полость. Признак того, что это так, это значит, что любое холодное питье будет убирать эту изжогу. То есть вы сделали несколько глотков прохладной воды, и вы чувствуете вам легче. Второй тип изжоги, когда огня не так много, но этот огонь блокирован капхой. Здесь огонь, а здесь капха, то есть шлаки, которые не позволяют огню идти по ходу кишечника, и в процессе переваривания выводиться из тела. Капха блокирует огонь. Тогда огню деваться некуда, он разворачивается, и через пищевод попадает в водовую полость, давая такое же точно состояние изжоги. В таком случае холодная вода будет усиливать изжогу, потому что капха у нас холодная, а пита горячая. Холодная и горячая противоположного качества. Если это изжога чисто из-за питы, несколько глотков воды, конечно, будет давать облегчение. А если это из-за капхи, холодная вода будет еще больше увеличивать капху, еще больше будет блок, и обязательно будет усиливаться изжога. Вы сказали, что капха внизу, да, капха наверху, сейчас говорите капха внизу. Вот здесь вы видите? Вот вы-то только говорили, что капха. Вот здесь пищеварение огонь. Капха блокирует ниже огня. Это не дом капхи. Это шлаки, которые здесь есть. Это же вата. Это вы о томах говорите. Это обложение. Это то, что не позволяет огню эти шлаки в пищеварительной системе. Оно называется ама. Ама, правильно. Вы же помните, я говорил, что только капха дает материальные шлаки. Пита дает жар, а вата дает сухость. То есть, если есть шлаки материальные в пищеварительном тракте, они могут быть только капхи. Ама и природу капхи. Совершенно верно. Слизь, уплотнение, непереваренная пища, какие-то склеивания. То есть, блок, не дающий огню, пойти вниз. Тогда он идет через пищевод вверх. Когда вы пьете холодное, вы аму усиливаете. И изжога еще больше. В тонком кишечнике или в тонком? Это может быть на разном уровне. И в 12-перстной кишке, и в тонком кишечнике. Какая-то часть ушла, но не вся ушла. Тогда надо пить горячую. Ну, там лучше использовать горькие травы. Вот есть такая формула авипати, чурна, и авипати таблетки. Горький вкус одновременно полезен и для питы, и для капхи. Вот это правильный подход. Потому что холодную, а горячую, если пить, пить-то будет увеличиваться. Тоже, как бы, не очень. Как же? Это во всех конституциях такой второй вариант бывает. Конечно. Ну, если у вас был такой период, что вы там переедали, какая-то неправильная еда у вас образовалась... Ну, я знаю точно, какой продукт я съем, и вот у меня его будет тяжело. Какой? Ну, например, я знаю, что я там пиццу, там 4 сыра, горячую есть, нельзя. Потому что... Давайте вместе разберем. Как вас зовут? Антон. Антон. Вот давайте, можно разберем? Вот посмотрите на Антона. Капха у него хорошо выражена. Еще как. Но по природе он пита. Пита-капха. Сыр – это чистейшая капха. Чистейшая. Это пластилин. Убой, наверное. Вкусный пластилин. Вы можете сыр взять и кубик слепить с него. Вы едите сыр. Пусть там суперпицца. Самая натуральная, самая свежая. Но природа сыра – повышать капху. Она у вас и так повышена. И вы себе хулилили. Поэтому я не ем эту пиццу. Вот и правильно. Интересно было, как вы говорили. Да. Но это, конечно, может быть у любых людей. Но чаще всего... Вот у людей вашей конституции, у людей вашей конституции, у людей моей... Ну, такое. Когда пита и капха. У питы и ваты, ну, это бывает, но все-таки намного речь. Леже. Из-за того, что вата не дает материальных шлаков. Она, конечно, может так спазмировать кишечник, что огонь тоже не будет проходить. Но все-таки это, ну, намного реже бывает. В основном это люди пита-капха-конституции. И при этом, когда капха в безбалансе, вот такая история происходит. А шлаки в толстом кишечнике – это капха? В толстом кишечнике? Вата. Это вы путаете дом ваты и расположение шлаков. Шлаки могут быть где угодно. В доме ваты, в доме питы, в голове, в почках. Ну, при чем тут дома? Дома – это их идеальное расположение. Но они могут гулять по телу. Можно один маленький вопрос? Вот по дисбалансу. Если, например, человек, конституция вата, капха-пита и аллопеция, диффузное или падение волос. Это дисбаланс ваты или питы? Ваты. Ваты, да? Ваты, сейчас поясню, почему. Ну, там, конечно, может и питер вовлекаться, но все-таки ваты. Смотрите. Вот эту колонку мы ее подробно не разбираем, потому что будет следующая лекция и захватим это. Но все-таки вот здесь на голубом фоне написано асти. Асти – это кости. Костная ткань. И стрелочка ведет к вате. То есть вата управляет единственной тканью – это костями. Но также костями управляет и капха. Это два закона, которые управляют капхой. А вот здесь, ниже, написано слово «упадхату». Упадхату – это дополнительные ткани костей. Нет. Дополнительные ткани костей – это зубы. А дальше написано «малатхату». Малатхату – это отходы ткани. Когда ткань обновляется, образуются отходы. И там написано «волосы на голове, волосы на лице, волосы на теле». Ну, собственно, все волосы и ногти. Что мы делаем с волосами периодически? Стрижем, потому что они растут, отходят. Что мы делаем с ногтями? То же самое. Волосы и ногти – это отходы костей. Если они выпадают, это значит, что в самих костях много сухости. Вот и все. Сухая кость не может дать полноценные отходы. Волосы становятся сухими, луковицы высыхают и выпадают. Конечно, дисбаланс ваты. Дисбаланс питы – это не совсем же аллопеция, когда человек залысенный, и он же не за один день повысел. Есть тенденция. Это не аллопеция, это особенность питы. Но то, что вы сказали, это стопроцентный дисбаланс ваты. Все, что связано с костями, зубами, волосами, ногтями – это все вата. Так. Далее я не закончил признаки неуравновешенной капхи. Закупорки синусов. Синусы имеются в виду синусы предаточной пазухи носа. То есть все проблемы, которые мы называем гайморит, ринит, полиноз – это все проблемы капхи. Главный признак, что это капха – это то, что это слизеобразующий процесс. Бронхиальная астма. И вообще все приступы удущие – это классический дисбаланс ваты. Ой, капхи, я уже устал, извините. Дальше. Все виды новообразований, все процессы плюс ткани. Хоть они доброкачественные, хоть они злокачественные, всегда связаны с капхой. Ожирение и увеличение веса – также признак дисбаланса капхи. Нестабильный сахар крови и нестабильный уровень холестерина – также дисбаланс капхи. То есть вы видите, хотя их и 20 штук, как бы классических расстройств капхи, но это все тяжелые заболевания. По той простой причине, что сама капха тяжелая. То есть если холестерин выводить, то мы эффект не сразу почувствуем, долго. По холестерину нужно вам дать такую информацию. Если холестерин повышается у человека вата или пита конституции, и так, ну незначительно, ну там 7, может быть 8, он не должен пить тревогу. И ни в коем случае не принимать химические препараты. Потому что для людей эти конституции – это не характерно. Это, ну так скажем, плохой жир. А вот когда у капхи повышается холестерин, вот там нужно быть более внимательным к этому и начинать не с приема химических препаратов, а прежде всего с диетических рекомендаций. То есть убирать те продукты, которые будут увеличивать эту капху. А если пить химические препараты, там говорят, это вам пожизненно. И никаких изменений или там новшеств не делать в своем питании толку никогда не будет. У меня был пациент в Одессе, ну он и есть, парень лет 30. Худой, крепкий, высокий, то есть вата-пита-пита-вата. У него там холестерин 7-7,2. И вот он пришел, я ему так рассказал подробно, но у него уже тут была вавка в голове, он себе сказал, нет, я любыми способами добьюсь, чтобы был нормальный холестерин. Я говорю, ну я вам порекомендую, что попить, но думаю, что это мартышкин труп будет. Я ему назначил медахар-гугул или липомаб, это есть еще навык гугул, вот три гугула, которые убирают жир из крови. Он пел, наверное, год. Год. Ну хорошо, что это натуральное, оно никак ему не навредило, но холестерин как был у него в районе семи, так и остался. И сейчас появляется очень много работ в современной медицине, чтобы уж не очень много придавали значения этому холестерину. А полным людям, конечно. Вот Вадим Анахар нам на курсе говорил, если вам полная женщина или полный мужчина говорит, вы знаете, у меня остеопороз, вы должны очень усомниться. Это настолько маловероятно. Почему? Потому что посмотрим опять на эти ткани. Мы видим остеопороз, это разжижение костей, недостаток крипт, которые придают крепость. И это, конечно, связано с асти, с костной тканью. А вверху вы видите жировая ткань. То есть физически костная ткань образуется из жира. Это, конечно, звучит странно. Если бы на экзамене по анатомии я сказал, что из жира образуются кости, то меня бы сразу выгнали бы. Но это так и есть. Последовательное развитие тканей идет от первой ткани до репродуктивной ткани, самой высоко организованной. А у людей капхотипа жира всегда достаточно. Кости окутаны жиром. Что они делают? Питают. Питают. А вот если худой человек скажет, ой, у меня остеопороз, такая повышенная ломкость костей. Конечно. Они и так по своей природе сухие. А плюс сухость ваты. Вот и все. То есть тут же никакого фокуса нет. Просто немножко логики, немножко знаний. Или второй пример. Худой человек говорит, у меня панкреатит, и вот я боюсь, что у меня будет сахарный диабет. Ну, все может быть, конечно. Но вероятность до этого настолько маленькая. Почему так? Потому что мы знаем, что поджелудочная железа – это орган кап. Мягкая такая. Структурно. Так-то она относится к дому Питы, но структурно – это кап. Это такой жир, там немножко мышечных волокон. Ну, такое что-то мягенькое. И для людей вата-конституции, сахар, ну просто я вчера упоминал о диабете, но сахар – это главный вкус для них. Без сахара сбалансировать вату невозможно. И поэтому, когда у них начинаются проблемы с поджелудочной железой, не сахарный обмен там виноват, а водный обмен. К сожалению, даже современные эндокринологи не все знают, что у поджелудочной железы две основные функции. Первая, которая известна всем, даже и не эндокринологам, то, что поджелудочная железа участвует в переваривании сахару, инсулин, там и все такое. А вторая функция – поджелудочная железа является корнем канала, в котором циркулирует вода. Этот канал не имеет анатомической проекции в теле. Нету такого анатомического канала у нас. Канал, в котором циркулирует пища, есть – это желудочно-кишечный тракт. Канал, в котором циркулирует воздух, есть – это бронхолёвочная система. А канал, в котором циркулирует вода, анатомической структуры не имеет. Но при этом имеет тонкую структуру. И у этого канала есть два корня, или два насоса, которые качают воду по этому каналу. Так вот, один из корней этого канала – поджелудочная железа. И что мы видим у ватистых людей? Они сухие, у них мало влаги. Второй корень этого канала – нёба, твёрдое нёба. Конечно, современная медицина этого не рассматривает. Если анатомической проекции нет, значит и нет. А юрмета указывает, что этот канал у худых людей теряет влагу. Это поджелудочная железа, как насос. Вот представьте, бассейн. Выкачивают воду. Выкачивают до дна. А насос ещё работает. И он начинает воздух захватывать. Вот примерно так у худеньких людей недостаток влаги в теле влияет на работу поджелудочной железы. Да, это даёт боли, неприятные ощущения. Но сахарный обмен здесь ни при чём. А если это человек капхотипа, у которого маслянистости много и всегда есть тенденции к сгущению той же крови за счёт повышения капхи, вот там мы должны быть на чеку. И таких примеров можно ещё много привести. Знание природы человека уже настраивает врача. Безусловно, как говорится, в любви и медицине всё может быть. Но почему мы должны думать о том, что маловероятно, нежели о том, что вот лежит на поверхности. Как в том анекдоте грубом. Два друга вечером хорошо посидели за столом, а наутро им обоим плохо. И один другому говорит, наверное, пирожки не свежие были. То есть, какую хочешь причину, самую невероятную, а вероятная причина, вот она, на поверхности. Так и здесь. Почему мы должны думать о чём-то таком невероятном, если надо исключить то, что наиболее вероятно. И поэтому худеньким людям, когда у них панкреатит, им нужно сразу проследить за своим водным обменом. То есть, просто пить достаточное количество воды. Из расчёта хотя бы 30 миллилитров на килограмм веса. Вот тогда это будет результат. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы не сказали, что это канал воды. А как же почки, мочевой пузырь? Это разве не канал воды? Это канал воды. Но как поджелудочная железа связана с почками? Вот как вы представляете с ним? Не знаю. Никак. Она связана тонким каналом. Тонким каналом. Как нёба связана с мочевым пузырём? Тонким каналом, который не имеет анатомической проекции. А то, что мы сказали, конечно... А что это за тонкий канал? Это ментальное тело. Тонкий канал – это тот, который не имеет анатомического выражения. Мы не можем его пощупать. Но на тонком уровне он существует. Это надя такая, да? Нет. Надя – это энергетический канал. А это физический канал. Физический. Так сказано в ведах. И чтобы облечить почки, надо облечить это, повлиять на тонкие каналы. Но баланс водного обмена всегда при почечной потологии должен быть. Почки – это уже фильтр, который выводит мочу из тела. Сначала фильтруется первичная моча из крови, потом из первичной мочи фильтруется вторичная моча, которая выводится. А почки, вернее, поджелудочная железа и неба – это тот канал, который прогоняет воду по другим частям физиологии. Не только в почках. Почки – это уже последний этап. Ну вот заметьте, вот заметьте все. Можете сами провести над собой эксперимент. Когда будет в комнате тихо, возьмите и выпейте пол чашки воды. И посидите тихонько. И прислушайте к своему телу. Через несколько секунд, ну у кого как, 15 секунд, может быть пол минуты, вы услышите такое вот здесь. Все услышали. Что это значит? Мы выпили воду, и все думают, что она здесь остановилась и переваривается. А на самом деле совсем не так. Мы выпиваем воду. По малой кривизне желудка, по 12-перстной кишке, по тонкому кишечнику, вода прямиком попадает в толстый кишечник. Там то количество воды, которое пришло, остается. А из железистого эпителия желудка, которым управляет капха, выделяется аналогичное количество воды. Вот так переваривается у нас вода. То есть тонкий кишечник, почему? Потому что это место ваты. Там нужно все время эту сухость. Мы выпили воду, и она прямиком попадает в дом ваты. Кишечник. А отсюда поступает сигнал, что вода поступила на банковский счет. Выдайте, пожалуйста, из железистого эпителия в желудок такое же количество воды. Вы попробуйте. Если мне не верите, попробуйте. Хорошо. А вот еще насчет кальция. То есть кастей можно зажать? Да. Вот в литературе написано, чтобы кольцы были нормальны, нужно употреблять достаточное количество кальция. Так и есть. А вы говорите о жире. А какое жире отношение имеет к кальцийу? Кальций – это строительный материал. Кальций усваивается костями. А жир питает не только саму кальцевую основу, но и всю кость. Поэтому она не пересыхает, образно говоря. Поэтому она питает. Кальций нужен. Кто спорит? Хотя о микроэлементах в Аюрведе также не особенно там придают значение. Калий, натриевый, насос, вот эти все, не упоминаются вообще. Ну, кальций, конечно, нужен. А где у нас кальций? Где у нас кальций? В еде. Пишешь? Нет, в еде. В молочном. В молочном. А молоко какое у нас? Сладкое и тяжелое. А вата какая у нас? Легкая и сухая. Так что питает кости? Молоко. А мы говорим кальций. Кальций есть и в таких растениях? Есть, и они тоже питают. А впитываться кальций через кишечник? Нет. Тут только вода так поступает. А так идет естественное переваривание желудок, 12 верстных. Хорошо? Спасибо. Всего-чего вам спасибо. Спасибо.